Тепловизоры и берцы, тушенка и кевларовые каски. Для украинцев слово «волонтер» после 2014 года изменило свое значение. Теперь оно не только о помощи одиноким старикам и бездомным животным, оно о спасении нашей страны. Практически нищую армию с безоружными солдатами обычные украинцы за несколько месяцев превратили в мощную силу отважных героев. В Международный день волонтера расскажем вам о тех, кто защищает Украину, покупая бронежилеты. Весна 2014-го. Крым оккупирован, а российские грады и танки уже стреляют на украинском востоке. Наша армия практически нищая, солдаты нуждаются практически во всем. От еды и теплых вещей и до тепловизоров и гранат. Семь лет назад первыми им на помощь пришла не власть, а обычные люди, рассказывает волонтер фонда «Поверность живым» Мария Завьялова. И если бы не волонтеры, Украина сейчас бы выглядела совсем иначе. У нас бы не было сейчас Донбасса однозначно. То есть в этом противостоянии боевом, огневом, которое происходило в 2014-2015 годах, даже фактором просто перемирия было то, что мы могли сопротивляться. И мы все знаем, что вооруженные силы были абсолютно в никаком состоянии по состоянию на 2014 год. Соответственно, если бы тогда не везла не то, что вся страна, а и диаспора, и это было все от носков до снайперских винтовок, вооружения, комплектующих для артиллерии, минометов и так далее, то есть боеприпасы, везли абсолютно все. И именно эта консолидация людей позволила нам находиться вот сейчас в том, может быть, не самом лучшем положении, но тем не менее это не проигрышная совершенно позиция. Современная украинская армия построена благодаря волонтерам, так считает и президент Владимир Зеленский. Международный день волонтера глава государства посетил реабилитационный центр Минобороны в Ирпине. Ознакомился с работой отделений, где восстанавливаются украинские защитники после тяжелых ранений. А после встретился с работниками центра реабилитации и волонтерами. На начале войны на Донбассе самая армия волонтеров, вона вважала и побудовала украинскую армию. Ту современную армию, яка у нас сегодня есть. Волонтеры – это люди, которые с таким широстью, с таким сердцем и профессионализмом очень быстро объединяли на самом начале войны, объединяли всю Украину, защищаясь от российской агрессии. За помощь в борьбе с агрессором волонтерам благодарны и сами военные. В имени командования объединенных сил, Збройных сил Украины, там меня особисто примите сердечное витание с Международным днем волонтера. С начальством российско-украинской войны мы сегодня отримаем от вас потужную поддержку, что так необходима для защиты территориальной целостности и независимости государства. В короткий термин, благодаря вашей жертвенности, активной позиции и быстрому реагированию, Збройные силы Украины пометно отродились, уменьшили и восстановили боевые способности для поддержки с ухвалом натиска врага. Своего рода профессиональный праздник сегодня отмечают 2500 украинских волонтеров. Во всем мире те, кто бескорыстно помогают другим людям, по данным ООН, 140 миллионов человек.